Прогулки в парке вдали от пыли и шумных дорог, как правило, поднимают настроение и даже снимают стресс. Исследования показали, что люди, которые часто ходят пешком и любят гулять в зелёных зонах, как правило, счастливее тех, кто предпочитает отдыхать дома перед телевизором. Повышается иммунитет, снижается риск ожирения, диабета второго типа и некоторых видов рака. Ежедневные прогулки по 30 минут в день, по мнению врачей, приносят огромную пользу для здоровья. Они могут также увеличить сердечную деятельность и снизить кровяное давление. Вы знаете, гуляю я не часто, я живу на Некрасово, но я считаю, очень полезно. И здесь очень много гуляет, у меня дочка здесь живёт, и поэтому очень красиво, хорошо. Мы гуляем в парке очень много и считаем, что полезно в парке гулять, потому что проветривается голова, и из-за этого ты можешь легче думать. Свежий воздух, белки есть. И каждый день я стараюсь и здесь, и вот за рекой там, ну чё-то, чё-то. Для нас, пенсионеров, это, конечно, замечательный угол. До открытия нового летнего сезона в парке остаётся месяц. Уже сейчас готовят аттракционный комплекс к ежегодной аттестации, которая запланирована на 8 апреля. Также летом в парке проведут работы по благоустройству. Для безопасности планируют заменить плиточное резиновое покрытие на цельное. Также продолжатся работы по озеленению территории. Будут высажены и многолетние кустарники, и появятся новые зелёные газоны и насаждения. Также коснётся в рамках благоустройства и ремонтной работы по замене вышедшего детского оборудования на территорию детской игровой площадки. Полюбившиеся соровчанам мероприятия, румяные встречи и снежные фантазии адаптируют под летний сезон. Детей и подростков по выходным будут ждать на задорные встречи. Для старшего поколения готовят танцевальную программу «Музыка с пластинки». Благодаря снятым практически всем ограничениям по коронавирусной инфекции, мы сможем реализовать в этом году нашу программу «Кино и мульт под открытым небом», принять фестиваль уличного кино, который мы как бы не смогли осуществить к показу в течение последующих трёх лет. Одно из самых долгожданных событий – новые аттракционы «Качели Каравелла» и «Биоробот». Сейчас делают всё возможное, чтобы они начали работать уже в этом сезоне. Также в начале сезона в парке появится топиарный зоопарк «Жаркая Африка».